В России около 1,5 млн. человек, потребляющих индиционные наркотики. Это составляет почти 13% от общемирового числа. Российская Федерация потребляет 20% всего объема героина на мировом рынке. В настоящий момент в этой стране насчитывается 1 млн. человек, живущих с ВИЧ. Большинство из них было инфицировано через использование нестерильного инъекционного инструментария. Исследования показывают, что единственными эффективными способами противодействия эпидемии являются программы снижения вреда, включающие обмен шприцев и заместительную терапию. По мнению Глобального фонда, Россия достигла достаточных успехов в экономическом развитии и достаточно высокого уровня ВВП, и не соответствует более критериям бедной страны, чтобы получать поддержку. В результате этого, после прекращения финансирования Глобальным фондом, 22 программ обмена шприцев, они были закрыты. По третьей конференции по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии, прошедшей в Москве с 28 по 30 октября 2009 года, представители общественных организаций, профессионалы и политики объединились, чтобы потребовать от правительства Российской Федерации сдержать свои обещания продолжать финансирование этих жизненно необходимых программ. Но, к сожалению, правительство Российской Федерации не сошло нужным посетить эту конференцию. Полтора года назад на этой сцене было дано обещание со стороны правительства, что все программы, начатые в рамках Глобального фонда, будут продолжены за счет средств национальных. Но они и были сделаны за счет национальных средств, и должны были быть продолжены. Мы уже полтора года ждем ответ на этот очень простой вопрос. Что с ними будет? Это не метадон, это не снижение вреда, это программы профилактики среди уязвимых групп, среди женщин коммерческого секс-бизнеса, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, среди молодежи, среди тех групп, которые являются движущей силой эпидемии. Мы устали от того, что ежедневно пишем и пишем, пишем и пишем в Министерство здравоохранения Татьяне Алексеевне Голиковой обращение. Это не обращение от СПИД-инфосвязь, это обращение от 200 организаций, которые на сегодняшний день прекращают свою работу. И мы очень надеемся, что осталось еще полтора дня, когда, по крайней мере, будет возможность получить ясный ответ. Все. Профилактика на сегодняшний момент Российской Федерации не является приоритетной. Вчера распоряжением главы города Челябинска фонд «Береги себя», который существует уже 15 лет, лишен второго помещения, тем самым он лишен юридического адреса, тем самым фонд «Береги себя» прекратил свое существование. Может быть, как одна единица организации в рамках страны – это маленькая капля, но когда будут закрываться 100 организаций, 20, 150, что мы будем делать? Также мне хочется обратиться вот к Мишелю. Мы достаточно часто обращаемся в глобальный фонд и говорим на ту ситуацию, которая сложилась в России. Нам не хочет помогать наше государство. Помогите хотя бы вы. Потому что, как было правильно замечено, после третьего раунда, который закрылся «Глобус», я говорю сейчас о тех людях, которые живут в ВИЧ. Мы потеряли огромное количество активистов, которые работали в регионах. Мы потеряли огромное количество сервисов. Если закроется четвертый раунд глобального фонда, а судя по той политике, которая сейчас происходит, я думаю, государство не будет поддерживать эти программы, в стране произойдет коллапс. Честно скажу, я в шоке от того, что нет ни одного представителя Министерства здравоохранения. То есть, вот почему не приходят сюда? Вот почему не хотят послушать Казачкина? Почему не хотят послушать других специалистов? Это говорит о том, что, первое, боятся. Боятся настолько, что даже не хотят разговаривать с профессионалами. Что касается использования метадона в нашей стране, я об этом скажу особо. В профилактических программах снижения вреда, то я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия категорически возражается против данной компоненты профилактических программ. Во-первых, его использование прошло бы вразрез с действующим законодательством нашей страны. Во-вторых, в настоящее время разработано большое количество эффективных профилактических программ, в том числе и программа национального проекта, которая, по нашему мнению, может эффективно, в перспективе решить эти проблемы. Мы не просто отрицаем эту проблему, мы предлагаем свой путь в решении этой важнейшей задачи. Эффективное противодействие распространения этого опасного вируса в странах Восточной Европы и Центральной Азии возможно лишь при условии действенной международной кооперации, расширении программ профилактики, повышении доступности лечения и медико-социальной поддержки людей, живущих с ВИЧ. Только так мы получим надежду на успех в борьбе с эпидемией. Владимир Владимирович Путин Владимир Владимирович Путин В последней конференции Восточной Европы и Центральной Азии Министр здравоохранения России пообещал, что Россия продолжит финансирование программ снижения вреда, которые, когда финансировал глобальный фонд. That promise has been broken. Это обещание нарушено. And the harm reduction programs are closing. И программы снижения вреда закрываются. The drug treatment in Russia remains archaic and unscientific. The drug treatment in Russia remains archaic and unscientific. There is very limited access to rehabilitation and opiate substitution therapy remains illegal. The access to rehabilitation is very limited and the substitution therapy remains illegal. And what it amounts to is that they are letting people die. And they are doing it when we know how to prevent it. And the consequences are going to be disastrous for us in society. And the consequences are going to be disastrous for us in society. And the consequences are going to be disastrous for us in society. Субтитры создавал DimaTorzok